Девочка-пай Девочка-пай Поговори о доверии, говори об этом вечно, крошка А когда поговорим о нас Это мой мир Я стою на своем Ты работаешь сегодня? Ты хочешь знать, когда я здесь, или хочешь знать, когда не приходить? Не льсти себе Я не работал еще час назад Тони заболела У меня нет жизни, поэтому сработало как нельзя лучше Что ты хочешь? Заскучилась по моим звонкам? Где твоя Тони? Потерял на концерте Милли Ваниле? Где Аль Капоне, цепляющийся за твои руки? Разбивает головы парней бейсбольной битой Конечно, это тот особенный мужчина, о котором ты мечтаешь Позволь спросить Крейг Хант уже сделал предложение Спрашивал, кого ты этим хочешь задеть А? Или нет? Включая и меня в компанию Хорошо, хорошо, сдаюсь Я встречаюсь здесь Позволь мне сказать тебе, дорогая Твой приятель Крейг не приглашен, но я с удовольствием попрактиковался бы с ним в борьбе Ты знаешь о нас с Крейгом? Так ты ему изменяешь? Это здорово Будучи последней зарубкой на колотушке Тони, ты, конечно, в курсе моей личной жизни А ты что, ревнуешь? Едва ли, Рик Тони опасна для тебя так же, как ты думаешь, что Крейг опасен для меня Я ее знаю Она обманывает во всем, что делает Но когда Тони обманывает, у кого-то может недоставать пяти баксов А если Крейг обманывает, кто-то заканчивает смертью Не очень справедливое сравнение Будь осторожна, Кали Что происходит, Шеннон? Она кричала что-то о взрыве Давайте включим свет Нет, нет, не трогайте выключатель Так, кто вы? Что вы здесь делаете? Это была не моя идея, она использовала меня Я была только пешкой в жестокой игре, ненависти и зависти Пожалуйста, имейте милосердие ко мне, пожалуйста О чем она бормочет? Она послала меня убить Титона Она хочет его смерти, она, а не я Кто хочет его смерти? Его жена, кто же еще? Ла... Лаура Саша мертва? Ведь так? Что вы уставились на меня? Это что, психиатрический юмор? Здесь становится грустно Я знаю, что Саша не умерла Она здесь Что с вами случилось? Что с вами? Саша мертва, Лаура Верно Но кто это? Леди и джентльмены, не волнуйтесь Это была маленькая шутка Сюрприз в днев рождение Моего гостя Лаура Здоровайся, Сидни Шмидт С Сашиной сестрой Поразительное сходство, не правда ли? Особенно в маске Что вы делаете со мной? Лаура Все кончено Не усложняй ситуацию Ты убила ее Ты застрелила ее в кабинете Итана И положила на мою кровать Вы меня обвиняете? Я не собираюсь это слушать Мы все знаем О поломке тормоза И о попытке отравления Почему бы тебе не перестать играть? Только убийца знал, что Саша мертва Боже Она на самом деле сделала это Я не думала Я не убивала Сашу Я знаю, кто это сделал И могу доказать Разве мне не положен телефонный звонок? Почему этот парень не прочитал мне мои права? А если вы не будете очень осторожны Все наши мозги разлетятся в разные стороны Заткни ее Леди, я закрою вас в уборной Подержи Ты уверен? Это здесь? Вот место Посмотрим О, видишь? В старых фильмах научишься этим вещам А сейчас Давай поговорим о миссис Эшер Я требую адвоката Ты его получишь Это не официальный разговор Тебе ведь нужны друзья сейчас Они перед тобой Говори, кто ты? Я лучшая подруга Лауры Мы обе временно сейчас проживаем в Веймс клинике Она послала меня убить ее мужа Она пойдет ко дну вместе со мной Я похожа на настоящего гангстера Не знаю Она наняла тебя убить ее мужа за деньги? Почему же ты согласилась? Да потому что я тоже хотела этого Ведь не только мой муж ужасен Слушайте, Лаура и я, мы заключили договор Так можно мне позвонить, а? Расскажи о договоре У тебя совсем нет преступного воображения Я убиваю ее мужа Я убиваю ее мужа Она убивает моего Око за око, зуб за зуб Без всяких мотивов И никто нас не вычислит Это великолепный план Я работала по Хичкоку Это обычно для кино Никому не причинили боли Это не похоже на то, как убивают? Ты можешь доказать это? Конечно Как? А вы спросите Лауру Мы с ней заодно Она никогда не предаст меня Она признает свою вину сейчас? А меня приперли к стене И я не собираюсь брать вину на себя Я всегда говорю правду У меня не было мотивов Убивать Итана У Лауры хватает задумок На мистическую новеллу Так это ты подлила яд Ты подготовила дом к взрыву Она просто платила тебе за это И говорила, что надо сделать Правильно? Как зовут твоего мужа? А где адвокат? Ты встретишь его в отделении Прости, что забрал твои вещи Но я должен осмотреть их Вы собираетесь заехать за Лаурой? Она в логове Она именно та, кто вам нужен Я могу поехать с вами И показать ее, если хотите Я... Я имею ввиду Вы собираетесь прочесть мне мои права? Вы имеете право хранить молчание Имеете право на адвоката Если у вас нет его То он вам будет предоставлен Обязательно У Энни есть эта сумасшедшая идея Об обмене убийствами Она хотела смерти своему мужу И хотела, чтобы я сделала это за нее Чтобы она не была поймана Я, наверное, должна была сказать об этом Но я думала, что это была просто шутка больной Она выглядит безобидной Саша была убита пулей в грудь Но я не нажимала спусковой крючок Давай поговорим об Энни Похоже, она единственная, кто не может себя защитить Энни продолжала приходить с этими странными идеями и убить Титона Я думала, что она просто фантазирует Как она получала свои идеи? Она считала меня другом Она видела, что мне больно проходить через все это И она знала, кто несет за это ответственность Я ценила ее заботу Но у меня не было даже мысли, что она так больна и воспримет все так серьезно Я могу только предположить, что она надеялась, что я буду достаточно надежным другом, чтобы отплатить ей Я никогда не думал, что под этим невинным лицом скрывается такая отвратительная натура Проверьте ее карту Вы увидите, что по такой же причине это невинное лицо уже было в заключении за попытку убийства ее мужа Только Бог знает, сколько раз она пыталась Так Энни убила Сашу по ошибке Свалив труп на мою кровать на другом конце города в 4 часа утра Я никогда ее не встречала Она не знала ничего обо мне Да, она была достаточно умна, чтобы положить труп бывшей любовницы моего мужа в мою кровать Либо она псих, либо я что-то пропустила Сколько раз я еще должна повторять, что не знала, что она собирается сделать это Майкл, спасибо, что пришел Мы говорили о Сашином убийстве Интересная история Да, и ты знаешь, кто У него были какие-то дела в логове Я бы хотел передать тебе что-то, если я тебя увижу А я сказал, что не видел тебя еще Почему? У меня короткая память Подожди, подожди секунду, к чему все это? Я имею ввиду, ты не серьезно относишься к Рэгу Ханту Я знаю тебя лучше, как и ты Знаешь меня гораздо лучше, чем я хочу признать это И это дает тебе право вмешиваться в мою жизнь? Думаю, да Пожалуйста, останови меня, если я не прав Но ты планировала встретиться с Хантом здесь Потому что ты не хотела идти с ним куда-нибудь, где бы ты могла столкнуться с какими-нибудь знакомыми Так что ты решила привезти его сюда Ты думала, что я не работаю, но сюрприз И, кажется, подорвал ваши планы Во-первых, мне все равно, кто меня увидит с Крейгом Куча народа меня уже видели И, во-вторых, не ты, никто-нибудь еще не должен мешать мне Спасибо большое Кэлли Кэппелл, я полагаю, не будет сыпать соль на рану родителей за Крейга Ханта Она бы не прятала его Если только она что-нибудь не замышляет Кэлли, послушай, ты не должна проходить через это одна Но только не с этим неприятным типом Не надо Разве мы не проходили это раньше? Мой отец может управлять моей жизнью Он это доказывал мне, и я не ищу другого претендента на это место Почему бы тебе не приударить за Тони? Никто не разорвет эту цепь Ни ты, ни Крейг, ни кто еще Меня обвиняют? Нет, только допрашивают Вы можете сделать это в логове Это официальное расследование Мы собираемся все делать по закону Сейчас мне интересно получить некоторые ответы на вопросы Начнем с вас Я буду представлять тебя, если... Ты всегда получаешь самое лучшее Мэйсон Мы были хранителями трупа Сашиного Мы сделали это Потому что было слишком много косвенных улик Показывающих на нас, как на убийц Это не самый убедительный мотив Особенно для двух юристов Но у нас не было другого выбора И мы решили найти настоящего убийцу Миссия закончена У вас нет ни малейших доказательств Достаточно для расследования Но я же сказала, кто это сделал Хорошо Я поговорю с вами двумя снаружи Итан, ты следующий Хорошо А насчет меня я свободна? Нет, останься Дай нам, пожалуйста, поговорить Я беру ответственность на себя Это был жестокий Да еще и публичный трюк Я очень удивлена этим поступком Я должен извиниться? Я видела, что наш брак катится от великолепия В настоящий ад Пока ты не поставил все на край Так развод Это реальность или часть шоу? Реальность Ты сделала все, чтобы разрушить Мою жизнь, наш брак и твою жизнь тоже Ты пыталась убить меня Так в чем вопрос? О разрушении давно уже произошло Хорошо, принесите мне Как ты хочешь это разыграть? Правда, всегда хорошо Тебе бы все играть Мы же не должны рассказывать им все Ты же не думаешь, что мы тоже под следствием? Я должен тебе напоминать Как далеки мы были от того, чтобы выкарабкаться Мы, может, и не убили никого Но скоро откроется для властей Что еще мы натворили, но... Я хотела пойти в полицию, но ты мне не дал Живи теперь с этим У меня не было выбора Как, впрочем, и у тебя Мы могли попасть в тюрьму Мы могли лишиться адвокатской практики И я уверен, что нашлись бы люди на земле Которые бы смотрели на это Как на божий дар для цивилизации Я, с другой стороны, люблю наш дом Я люблю нашу семью В которой, я надеюсь, ты позволишь мне вернуться Раз мы оставили все позади Ты выглядишь ужасным голубом Мэйсон Чувствуй тебя свободно Договоримся скрыть доказательства кражи трупа Что ты предлагаешь? Взять наш пирог и съесть его Не забудь добавить торговлю дешевыми клише В список обвинений Все, что я хочу сказать Это то, что мы не расскажем Майклу всего Мы упустим то, что прятали трупы в моей могиле И вырежем ту часть, когда Сашин труп пропал И Сидни шантажировала нас Мы скажем, что не пошли в полицию Потому что мы ждали требования и вымогателя Это не ложь, это только упущение У хорошего обвинителя будут неограниченные возможности Он может сделать из нас фарш Итан тоже будет под следствием Я уверен, что он будет самой главной фигурой Зачем все ухудшать? Мы не главные актеры в этой драме Аудитория не будет против, если мы забудем несколько строк Нет, Мэйсон, расскажем правду Всю правду и ничего, кроме правды Я устала что-то скрывать и бояться, что нас поймают Кроме всего, все это так невероятно Может, никто и не поверит Хорошо Доннери Да? Получил свидетеля Эшер здесь? Да Итан Что ты здесь делаешь? Как Шеннон? У нас есть маленькая проблема С мисс Прессманом все хорошо Но мы поймали эту пациентку в клинике При попытке подорвать твой дом Подорвать? Подорвать? При попытке отправить тебя на небеса Ее зовут Энни Ди Гералду Ну? Не извинится ли вам всем? Я ищу Итана Он ушел около получаса назад Ты знаешь куда? Нет, я не спрашиваю Я вижу, ты нашел замену Саше Она не вернется? Не в этой жизни Саша мертва Прости Ведется следствие Я не должен об этом рассказывать Особенно тебе Это Сашина сестра Она переживает Ну я надеюсь, могу к ней подойти Простите, я слышал О Саше Примите мои соболезнования Вы знали мою сестру? Да И мы были очень близки Я не был в городе, когда это произошло Вы можете представить, как я был шокирован, когда вернулся Никто не мог дать мне прямой ответ, что произошло Я не думаю, что есть прямой ответ Простите, но меня просили не обсуждать ничего во время расследования Я понимаю Вы были очень близки? Я полагаю, нет Труб в трубе Латексная маска Дело с обменом убийствами Почему бы не сделать фильм и выйти на пенсию? Идея не привлекательна даже для Голливуда Не такая уж она сумасшедшая Кто бы мог придумать такую историю? Он мог бы, но ты знаешь, что я нет Черт знает, какая защита Слушайте, я могу идти? Энни пойман нас по личным Ты уйдешь, когда мы с тобой закончим Ведите, Энни Прости, Лаура Они взяли меня, и я им все рассказала Ты ведь не против, правда? Мы же партнеры, и ты бы не позволила мне взять все на себя Не беспокойся, мой муж найдет адвоката, самого лучшего И потом, не бойся, ведь мы сумасшедшие И они не смогут Энни, останови это Что? Почему ты пыталась убить моего мужа? Я сделала это для тебя Это ты хотела этого Мы планировали Видите? Почему она делала это для меня? Продолжай говорить Продолжай Эттан, она пыталась убить тебя? Да, но все закончилось И продолжает обвинять твою жену Как будто это Лаура стоит за всем этим Они обе в заключении Ты веришь в это? После всего, что случилось, у меня нет выбора, как только поверить У Энни не было причин убивать меня Я полагаю, Лаура, тебе нечего волноваться Ты волнуешься за меня, а я за тебя Я проявил неосторожность, я не должен был отправлять тебя ко мне домой Все хорошо Едва ли Не будем больше говорить об этом Так ты подтвердила твою встречу на завтра? Пока нет Это нормально, что ты немного волнуешься Эттан, может быть мы ошибаемся Ведь не только показания моей матери, но и другие доказательства убедили суд в виновности моего отца Что если он убил эту маленькую девочку? Ну а если есть хоть малейшие сомнения, разве это справедливо? Я не могу перестать ненавидеть его Я была запрограммирована против него Двадцать лет назад К сожалению, у него нет столько же времени на ожидание Я имею в виду, он не может продолжать жить и думать, что это никогда не случится Но, может нам повезет, и мы сможем избавиться от маленького голосочка в голове, продолжающего говорить Ты был уверен? Это несправедливо Да? Это было когда офицер с медсестрой мистер Эшера вошли А через секунду я убралась Но могло бы быть и хуже Если бы он включил свет, я бы никогда не смогла рассказать свой вариант Этой истории Мы бы ничего не потеряли, правда? Энни Кто убил Сашу? Это была ты? Нет, нет, это было еще до того, как мы договорились Да вы что, я ее никогда в жизни не видела Прости меня, Лаура Но я не могу идти через это одна Я напугана Ты делаешь хуже себе, Энни Ну, я соблюдала наш договор Пока могла Подожди, мы теряем время Если вы хотите получить правду Почему бы вам не почитать дневник Энни? Он хранится под ее кроватью Он уберет все сомнения Ты читала? Ты читала мой дневник? Это же мой Это относится только ко мне У нее нет прав читать мой дневник У вас тоже Почему, Энни? Какие секреты ты там хранишь? Мои, мои секреты Там нет ничего, что связано с тобой и твоим глупым мужем Энни, успокойся Тогда вы ей не верьте Я ей не сказал, что кому-то верю в этой комнате Ты шутишь? Веришь этому лунатику, а не мне? Ты тоже успокойся Выйдите Доктор Крайслер, замесите Геральду Скажи, она сейчас выйдет Вы позволите ей уйти? Успокойся Хорошо Ты поедешь с доктором Крайслером в больницу сейчас Он сделает необходимое обследование Хорошо? Он знает, что лучше Я хочу быть уверен, что ты поняла Что еще не все закончено Мизерный шанс Ты все еще под присмотром полиции Это тебе понятно? А ты не сможешь обманывать их вечно Мы можем идти? Да, можете Не уезжайте ни в какие путешествия Сделайте так, чтобы я мог в любую минуту вас вызвать Мы остались одни Банни, я иду домой На случай, если кто-нибудь будет меня искать Хотя лучше бы нет Я думаю, тебе не о чем беспокоиться после сегодняшнего дня Спасибо, Банни Позаботься о себе Ты ищешь кого-нибудь? Нет, я сама по себе Чем могу служить? Если хочешь, я возьму столик здесь Ты не слышал, леди сказала, что хочет быть одна Нормально, Банни Банни, дай нам минеральной воды, пожалуйста Сейчас Я боялся, что ты не придешь Это заметно Это была Сашина сестра Ты не обязан мне докладывать? Саша мертва Что случилось? Не знаю Это то, что я пытаюсь узнать Ведется следствие Никто ничего не говорит Так что твой приступ ревности не оправдан Но оценен Пожалей меня Что ж, есть повод не терять надежды Не люблю понижение в положении К чему? Ты скажи мне Я занимался делами Я просиживаю ночами Думаю, что это могут быть за дела Правда Шампанского Не хочешь? Я просто сохраняю ясную голову Она из немногих вещей Которую мужчина с неопределенными доходами Может себе позволить Я вкладывал деньги мудро А разве преступникам не платят? Становится холодновато Спасибо Неужели здесь намного лучше, чем в Сиди? Почему ты выбрала это место? Это твоя идея о трущобах? Или боишься показываться в обществе со мной? Я здесь и все Чем ближе мы, тем меньше я тебя понимаю Не думай много Почему бы тебе не выложить все? Ты знаешь столько же, что и я Что-то очевидно происходит между нами Я не знаю, что Но мне Интересно постараться это понять Это не часто случается со мной? Со мной тоже Так в чем проблема? Нет проблем Я просто хочу понять, с кем это я встречаюсь По этому поводу Как все это связано С Дереком Гриффином Стивеном Слэйдом И Итаном Эжером Интересно Что ты делаешь? Ищу прецеденты Последний, о ком я читала Был Джордж Буш Ты помнишь, что мы все еще в лесу? И есть волки, мечтающие нас сожрать Так что я планирую зарядить пистолет Сделаешь это утром Пожалуйста Мы прошли через такие ночные кошмары Хуже, чем у Романа Полянского Как насчет приятного тихого вечера Когда мы можем представить, что Вот мы проснулись И ничего никогда не происходило Дорогая, к счастью Я могу ощущать тяжесть тюремной униформы Макароны Не понял? Целая куча Макарон Ты планируешь Ложить в них деньги? Нет Есть их Что-то типа маленькой рады С большим Толстым Слоем Томатного соуса Не делай этого для меня, Джулия Цыпленком Много кусочков Нежного Сочного Цыпленка С грибами? Из брокколи Но без баклажанов Ненавижу баклажаны Без баклажанов А можно соус? Если настаиваешь Настаиваю Значит ли это, что мы можем провести нормальный вечер? Только сегодня Хорошо Обещаю не упоминать о деле Макграу против Кинсайт Не раз Макграу против Кинсайт? Не говори, что ты нашел прецедент Забудь, что я сказала, не говори ничего Пойдем на кухню Чистить сковородки Можешь ли ты Из всех людей в моей жизни Сказать честно, что ты считаешь меня способной на все это? Посмотри на меня, Майкл Что ты видишь? Ту же прежнюю Лауру Ну, я имею в виду Возможно, немного постаревшую, и все Иногда это все, что нужно Ты все тот же, каким был Когда мы жили вместе Да и я та же Ты же знаешь это Ты же знаешь Я не уверен Можешь идти Ты хочешь, чтобы я была виновна Ведь так? Ты не можешь в это верить Но ты Собираешься сделать все, чтобы это доказать Правда? Я собираюсь выяснить правду Не скажу, что получил ее Но обязательно получу Ты говорил, что гордишься мной И у тебя были на это причины Неужели какая-то бедная умалишенная может изменить Изменить это Тогда тебе не о чем беспокоиться Ведь так? Я не просил тебя давать рекомендации Ты так настойчиво проверяешь меня? Я любопытна Очень странная смесь Ты плейбой и филантроп Режиссер фильма И адвокат Самоучка И немного старше, чем есть Разнообразие вкусов в жизни А это от родителей Мои родители учили меня не общаться с незнакомцами А вы, мистер Хан, такой незнакомец Спасибо Я могу пригласить тебя Ты хочешь, чтобы я думала, что ты очень загадочный? Абсолютно Так же сильно, как ты и представляешь меня Думаю, это касается и тебя Ты тоже хочешь, чтобы я думал о тебе так же Не хочу, чтобы ты чувствовал себя удобно Рядом с тобой Нет шансов Насчет твоих друзей Ты хочешь, чтобы я что-нибудь выдумал? Чем более ты загадочный, тем больше я становлюсь заинтригованной Это может длиться годами Обещаешь Я знала, что это твоя тактика Не нравятся мои достижения? Научи меня Вещам, которые я делал неправильно все эти годы Я скажу Что я буду есть из твоих рук А ты что, еще не ешь? Это не ответ на мой вопрос Какой вопрос? Почему ты хочешь знать ответ? Я хочу знать о противоречиях мужчины, с которым я встречаюсь Значит ли это, что есть больше, чем омар и масло? Что с тобой? Что у меня общего с этими тремя джентльменами Это никак не относится к тому, что происходит Здесь, сейчас Но что-то же вас связывает Дружба Это неожиданно, особенно в отношении тебя и Дерека Какое это имеет значение? Может и не имеет Но тогда бы ты не пытался скрыть это Ненавижу разочаровывать Но то, что ты видишь То и получаешь Что я получаю Так это бег по кругу И что я вижу Так это пустоту Хорошо Ты хочешь ответ? Ты получишь его Но я предупреждал Я жду Эй, вы Вам звонят Прости меня Алло Правильно Хорошо Я заберу это сейчас же Все хорошо Не говори мне Что у тебя дела Это личное Но ты ведь должен идти Как ты догадалась? Кристальный шар в моей руке Сказал мне Невероятно Ты уходишь Не рассказав мне ничего Выбирай сама Завтрак Завтра утром Я неравнодушна Круассану И объяснениям Я приготовлю тебе Что-нибудь особенное Не забудь аппетит Ты уверена Что хочешь уехать? Нет Но собираюсь Странно Если тебя не будет рядом Тебе больше не нужна медсестра Я не думаю Что нам нужны Другие отношения Не думаю Что ты права Я знала Ожидать отдачи От кого-нибудь Невероятная вещь Не хочу торопить Да нет Ты Очень добр Но мне Необходимо Побыть одной Завтра Может быть другая история После моего визита Я рад Рад Что ты пойдешь Навстречу к отцу Ведь это ты Ишел за меня Нет Я высказал свое мнение Ты приняла решение Потому что Когда говоришь ты Все становится ясно Я только вошел В эту ситуацию И вижу вещи По-другому 20 лет я не была Готова Оценить все 20 лет Закончились Можно я спрошу Ты разочаровался Во мне Мне кажется Я была Не права Ты Не права Твоей Единственной Ошибкой Было то Что ты Слушала свою мать Отец Поймет это Ты слишком добрка И не забудь об этом Когда я Повезу тебя завтра Может быть позавтракаем Вместе Нет Я решила ехать одна Я должна Но завтрак Это здорово Да Очень Спасибо за ужин С тобой все нормально? Все хорошо Спасибо за субтитры Алексею Значит Ты спас ее жизнь? Нет Она преувеличила Эту женщину уже схватили Когда я пришел Ты еще и скромничаешь Это становится обычным Сосед говорит Что это была Лаура Я был в полицейском участке Кого арестовали? Они пойманы С поличным И все что у них есть На Лауру Это лишь подозрения Что ты думаешь? Нет сомнений Это Лаура Но нет и доказательств Давай копнем это Это газета? Да Только напечатали Что ты думаешь? Это достаточно Чтобы разоблачить Кэпвелла? Надеюсь, да Потому что У нас нет времени Это то, чего я опасаюсь Мы уже сделали Одну большую ошибку Не хочу, чтобы Что-нибудь сорвалось Еще раз Может откроем ресторан Когда у нас отберут Право на адвокатскую деятельность Нам многого не надо Место рядом с океаном Где-то, где нет Выдачи преступников Где только местные власти И будут знать о нас Мы изменим имена Ты можешь отрастить бороду Я думаю, что тюрьма будет лучше Где твое авантюрное чувство? Я потеряла его Где-то между гаражом И газовым баллоном Да Чего только мы не натерпелись Ничто не идет сравнения Мы столкнулись Со смертью С воскрешением И с Гладис Битлворс После этого мы готовы ко всему Почти Не будь такой весенисткой И не притворяйся Что все закончилось Только потому, что закончилось Полотенце, ресящее в ванной Все еще мое И будильник рядом с кроватью На шести, а не на семи Возможно, мы сделали только две ошибки Мы недавно сделали то Что мы можем легко исправить Ты просто находишься здесь А не живешь здесь И я не знаю, готова ли я Чтобы ты был здесь без моей нужды в тебе Тогда поищем другую причину Чтобы ты нуждался в ней Я не хочу нуждаться в ком-нибудь Я ненавижу себя, когда нуждаюсь Мы только что вернулись из сумрака Пилигрима Обнаружив призрака и раскрыв убийство Мы команда Нравится тебе это или нет Никто не делает это лучше, чем ты Когда ты находишься со мной И я Я не могу Управляться со многим без тебя Это как два элемента Которые по каким-то причинам Объединились Ты же не хочешь разрушить баланс Это просто Все, что я хочу Так это Любить тебя Здорово Только когда я тебе позволю А я не спрашиваю разрешения Я не сказала нет никогда Но И не говорю да Я должна быть уверена Что когда ты мне дашь причину Ненавидеть тебя А ты дашь Я смогу Справиться с этим Хорошо Если ты так себя чувствуешь Значит все, через что мы прошли За последнее время Ничего для тебя не значит Если ты способна использовать меня Для решения проблем А затем выбросить Как старую газету Если Это так Джулия То ты знаешь Где меня найти Где нашелся Авторы сценария Бриджит Добсон Джером Добсон Режиссер Майкл Глиона На русский язык Фильм озвучен Студией Микс Медиа По заказу Российского Телевидения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова